За неделю до Нового года в Верхнесалдинском авиаметологическом колледже имени Алексея Евстигнеева открылась мастерская «Неразрушающий контроль». Открылась очень необычно. Прямым эфиром, который вёлся из Центра опережающей профессиональной подготовки Свердловской области, были связаны шесть городов региона. В каждом из них открывались мастерские по разным направлениям. Например, в Берёзовском техникуме стартовала мастерская по компетенции «Электромонтаж». То, о чём мы мечтали, стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» и национального проекта образования. Мастерская по компетенции «Неразрушающий контроль» оснащена современной технической базой в соответствии со стандартами и техническими требованиями передовых технологий. Вместо привычной красной ленты, которую традиционно перерезают на открытии, в прямом эфире нажали кнопку. Но перед этим символическим моментом каждому городу было дано слово. От салдинских участников церемонии выступил Константин Ильичёв, заместитель директора по управлению персоналом в СМПО. Нам очень важно, что колледж развивает всю материальную базу с учётом потребностей корпорации и стремится предоставлять студентам современные, качественные услуги по обучению данной профессии, как одной из важных нашего предприятия. Надеемся, что мастерская послужит хорошей базой в повышении квалификации как жителей этого города, так и работников нашего завода. Профессия дефектоскопист существует на ВСМПО с 1962 года. В лаборатории ультразвукового контроля сегодня работают около 300 специалистов и с каждым годом требования к ним становятся всё выше. Колледж может иметь теоретическую базу, то есть дипломы. Мы можем, в принципе, имея эту базу, подготовить специалистов уже под своё направление, потому что обучение у них идёт как бы в два этапа. То, что требует образовательное учреждение, и то, что уже потом мы начинаем на втором этапе учить их под свои нужды, потому что немножко здесь требования различаются. Мы работаем по стандартам авиационным, здесь в основном нацелены на надзорные органы. Обучиться этой профессии можно, имея среднее образование. В колледж могут прийти и после 11 класса, и даже тогда, когда ваш возраст называют зрелым. На данный момент я нахожусь в декрете и решила поменять свою работу из-за ребёнка. И вот пошла переучивать, соответственно. Где вы работаете, чем занимаетесь? Я продавец. Правильно, мы на серьёзном профессии работаем. Там у меня было серьёзное дело в том, что график мы работаем с утра до вечера, пять дней в неделю, а порой без выходных, соответственно, с ребёнком уже такое непозволительное. На заводе уже как-то более стабильное, более стабильный график, то есть уже можно как-то рассчитывать своё время. Около шести миллионов рублей ушло на обустройство мастерской. Корпорация ВСМПО «Ависма» взяла на себя ремонт помещения лаборатории. Министерство образования и колледж закупили необходимое оборудование. Девочек дальше ждёт уже плодотворная работа в мастерских. Мы уже на ВИКе, на визуально-измерительном контроле, уже достигли таких высот. Они у меня уже сразу с виду определяют, какой сварной шов, где смотреть в документации. Когда работаешь руками, запоминается намного больше. И в перспективе дальше готовиться. И если вот где-то недалеко откроется на чемпионате WorldSkills компетенция, не разрушающая контроль, девочек можно вести и показывать. И они, я считаю, займут достойные места. Наличие специализированной мастерской позволит колледжу выпускать реально квалифицированных специалистов для корпорации ВСМПО «Висма». Первый поток студентов, обучившихся по специальности дефектоскопист, уже успешно трудятся на ВСМПО.